Привет, это Игорь Шиха Тудей. Сегодня мы отправились на речку Усьва и пройдем на катамаране от деревни Усьва, от села Усьва до поселка Мыс. Это такой популярный маршрут и едва ли новость, что в основной массе туристы, которые здесь сплавляются, всегда бухают как черти. Мы решили доказать обратное. Мы будем делать все для того, чтобы не пьянствовать, но при этом было весело. Не смогли мы удержаться, спускаясь вниз по Усьве и все-таки сошли с запланированного маршрута, не добравшись до Камня Столбы, решили мы подойти к пещере Первомайская. Вообще поселок Усьва, он весь изрыт шахтами. Там очень много шахт еще дореволюционных, после революции было много всяких копий, которые сейчас закрыты, не работают. А кроме этого, есть еще природные пещеры. Усьва и район реки Усьва – это целый пещерный край и район поселка Усьва в том числе. Здесь пещера Усьва угольная, Усьва-1, пещера динамитная, вот пещера Первомайская, рядом с которой я сейчас нахожусь. Интересно, что с реки ее, кстати, не видно. Нужно примерно представлять, где находится вход в пещеру, потому что место, где вот эта вот скала проваливается вниз, оно заросло лесом. И нужно знать, куда идти, чтобы правильно сюда добраться. Так вот, вход в пещеру Первомайская. Здесь он широкий, и кажется, что все просто. Ха-ха, нифига! Когда начнете спускаться вниз, там сначала пол вот в этом широком гроте становится очень крутым и покрытым льдом. А потом начинается сам вход в эту пещеру Первомайская, которая называется Ледяная горка. Стоит только чуть зайти в грот, и становится ощутимо холодно. Кстати, здесь немного холоднее, чем внутри самой пещеры, потому что я вот стою на самом краю земли талой. Дальше уже начинается ледник, и холод идет именно от этого льда. Если спуститься вниз по этой самой ледяной горке, внутри пещеры довольно комфортная температура. Конечно, нужно быть тепло одетым в каске и с фонариком. Но там классно. Когда я первый раз там оказался, я был очень рад тому, что я все-таки не побоялся спуститься по этой ледяной горке, а спускаться реально страшно, потому что ты ползешь по каменной норе под большим уклоном, под тобой лед, какие-то камни со всех сторон тебя обжимает этот рукав, и ты не видишь, куда двигаться вниз, куда ставить ноги. Так потихонечку-потихонечку спускаешься вниз на 20 метров и оказываешься в большом центральном гроте. Я не буду сейчас описывать размеры, красоту, там реально он большой, красивый. Наша миссия выполнена, к этой пещере мы попали. И вообще пещеры в районе поселка Усьва – это отдельный разговор, и можно делать целый гайд по этим пещерам, потому что каждая из них по-своему интересна. Пещера Первомайская. Игашиха Тудэй. А мы, пользуясь случаем, решили прогуляться по окрестностям. Сейчас я стою на поле, где раньше была деревня. Бревно или большое бревно – это был поселок спецпоселенцев. Сейчас от домов ничего не осталось. Если посмотреть по сторонам, видно пятна из Иванчая на поле. Там раньше стояли избы. Поселок этот с грустной историей. Сюда свозили неблагонадежных, политически неблагонадежных людей, кулаков со всей России. У них отбирали все имущество, привозили сюда, и они здесь жили без права покинуть это место. Жили и умирали. Поселок этот со временем, понятно каким образом, сам собой исчез. Но, кроме этого, здесь просто невероятно красивое место. Сложно поверить, но вот гора за моей спиной. Передо мной такой лес на холмах. Точно такая же, практически точно такая же по размерам гора, но она спряталась в лесу. Камень за моей спиной называется «Большое бревно», а камень в лесу называется «Панорамный». Сейчас я на него взберусь. Скалы на маршруте Усева мыс невероятно красивые. На каждую из них хочется подняться. Что мы и делаем. Сейчас я стою на вершине камня «Панорамный». На самом деле, когда я поворачиваюсь и как-то двигаюсь здесь вообще, сразу это все отдается дрожью в коленках. Потому что за моей спиной сейчас настоящая пропасть. А вот там, на другом берегу реки, вот эта каменная стена... Ух, коленки дрожат. Это камень «Большое бревно». На него мы тоже поднимемся чуть позже. И обязательно там споем. Знаете, как классно петь на этих скалах. Красивая достопримечательность камня «Бревно». Большой кусок скалы отходит от общего массива горы. И получилась вот такая вот сказочная щель. В нее можно спуститься. Смотрите. Из-за угла сейчас выйдет тролль. Мне кажется, эпизод... Какой-нибудь из эпизодов «Властелина колец» снимали здесь, а не в Новой Зеландии. Сейчас выйдет, подождите. Вот до чего может довести любопытство и «Гошеха Тудэй». В таких местах я еще с гитарой ни разу не лазил. Вообще, это интересно. Предложить музыкантам какой-нибудь гастрольный тур по экзотическим местам. Представляете? Допустим, вот здесь, в этой щели между скал играет оркестр «Музыка Этерна». Дирижирует Теодор Курензис. Круто было бы. Блин, как тут слезть-то с гитарой? Проходя мимо камня бревно, обязательно остановитесь, поднимитесь и не забудьте, что кроме шикарных смотровых площадок здесь есть еще вот такая вот, вот такая дыра в скале. Надо туда залезть и пройти ее всю насквозь. Зеленым ветром нас занесло на вершину самой последней красивой высокой скалы на маршруте Усева мыс. это даже не одна скала, а три скалы. Если посмотреть вот туда, красота. Здесь, если во все стороны посмотреть, красота. А три скалы – это камень бастиона, камень мутной и камень козел, на вершине которого мы сейчас сидим. Денис играет на саксофоне и поет. Вот это место – это место для медитации. Сейчас мы будем медитировать. КОНЕДИЯ ГРАССОВА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok